Друзья, всем привет! У нас конец августа, погода отличная. Сегодня будем готовить простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Макароны по-татарски. У меня макароны, мясо, говядина, лук, морковь, чеснок, перец чили, растительное масло, соль, специи, черный молотый перец, зира и кориандр. Идем к казану. В казан наливаю растительное масло. Грамм 150, может быть, немного. Макароны по-татарски мы готовим аналогично плову, только заместо риса мы кладем макароны. В общем, лук нарезаем полукольцами. Друзья, обратите внимание, сколько много лука. Перекладываем. Морковки тоже будет много. Конечно, в макароны по-татарски лучше использовать баранину и мясо на кости. Но у нас с бараниной напряженка, так что я буду использовать говядину. Проверим, нагрелось ли масло. Нет. Масло еще не нагрелось. Ждем. Масло нагрелось. Лук обжаривается. Все, друзья. Лучок убираю. Он мне не нужен здесь. Стенки казана хорошо смазываю маслом. И закидываем мясо. Вот так вот буду закидывать по стенкам казана, чтобы не сразу все. Закинули мясо и не трогаем. Пусть обжаривается. Нагрев хороший. Мясо обжаривается. Хорошо. Друзья, смотрите, какой цвет приобретает. Чтоб мясо имело свой вкус, я его на этом этапе подсолю. Добавлю специи. Черный молотый перец, кориандр и зирам. И все хорошо обжарим со специями. Минуту. Какой аромат сразу отказан от специи. Зира, кориандр. О, супер. Жарим. Минуту. Добавляем лук. Ну и с ручком обжарим. Минут пять. Нам нужно, чтобы ручок хорошо обжарился. Ручок хорошо обжарился. Докидываем морковочку. Друзья, обратите внимание, сколько много морковки. Морковочкой обжарим минут пять. Морковь при обжарке блюду дает такой свой красивый оранжевый цвет. Так что обжарим хорошо. Теперь, друзья, я еще немного подсолю. Наливаю воду. Вот столько я налила воды. Ну, не знаю, сколько. Литра два, наверное. Может быть, два с половиной. Добавляю два чесночка. Перец чили. Вот это у нас зирвак. Значит, закрываю крышку. Как только закипит, нагрев делаю на минимум. И готовим наш зирвак полтора часа. Почему? Мясо у меня нарезано крупными кусками, чтобы самое главное мясо сварилось. Ну, а потом будем добавлять макароны. Мясо готовится в казане полтора часа. Я пробовала. Оно полностью готово. Вот сейчас попробую на соль. По соли достаточно. Друзья, что я делаю? Нагрев делаю на всю катушку. Открою печку. Убираю чесночок. Убираю перец чили. Вот столько у нас по жидкости, обратите внимание. И закладываем макароны. Обратите внимание, сколько у меня по жидкости. Больше жидкости добавлять я не буду. Вот так вот все хорошо разравниваю. Закрываю крышку. Как только закипит, буду готовить минут семь. Ну и встретимся. Макароны готовятся под крышкой десять минут. Они полностью готовы. Все аккуратненько перемешиваем. Вот так вот, друзья. И выкладываем макароны по-татарски. Вот такая у нас красота в казане. Смотрите, какие у нас макарончики. Целый большой ляган будет. И тебе дадим, Теркин. Не переживай. Да. Дадим. Угостим. Вы посмотрите, какая у нас живность умная, друзья. Разговаривает. Смотрите. Выкладываю все-все-все. Ни капли жидкости в казане у меня нет. Макароны по-татарски готовы. Обратите внимание, целый большой ляган. Макароны по-татарски это как плод. Только заместо риса мы в зирвак добавляем макароны. В общем, смотрите, какие у нас получились макарончики. Макароны не развалились. Не разварились. Макароны варились в зирваке. И мясо, и овощи очень вкусные получились. Говядинка вообще, смотрите, мягкая какая. Разваливается на волокна. Почему? Так как мы ее готовили на низкой температуре, полтора часа под крышкой. Друзья, советую всем приготовить вот такое потрясающее блюдо. Готовиться несложно. Я готовила в казане. Готовьте в большом чугунке дома, или в жаровне, или в большой сковородке. Готовьте вместе с Еленой макароны по-татарски. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды. И побольше вот таких вкусных блюд на вашем семейном столе. Друзья, готовьте на природе макароны по-татарски. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok